Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дом за 1 рубль. Как программа дешевой аренды помогает восстанавливать исторические здания в Самаре и в других городах. Провести научный эксперимент, попробовать настойки и страв, познакомиться с бородатой Агамой. В Самарском университете прошел день открытых дверей для школьников. Министр энергетики России Николай Шульгинов и губернатор Дмитрий Азаров на двусторонней встрече обсудили состояние отрасли в Самарской области. В центре внимания развитие энергетического комплекса в целом и работа ряда региональных предприятий, подготовка высококвалифицированных кадров, программы до газификации. Николай Шульгинов отметил, что уровень газификации в Самарской области один из самых высоких в стране. Он подчеркнул важность продолжающейся работы по газификации губернии. Дмитрий Азаров подтвердил, что регион прилагает серьезные усилия по продолжению этой работы. Самарский политех станет проектным центром Ассоциации опорных вузов ПАУТА+. Об этом стало известно на первом съезде ассоциации, в которую вошли 10 университетов России, которые заключили соглашение с теплоэнергетической компанией. Благодаря этим соглашениям студенты с первых дней обучения могут получать не только теоретические, но и практические знания, чтобы в дальнейшем гарантированно трудоустроиться после выпуска. В заседании приняли участие министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Андрей Горгуленко продолжит. Знать, что у тебя будет гарантированное рабочее место еще перед поступлением в вуз. Такую возможность имеют школьники, которые поступают в политех и планируют работать в ПАУТА+. Благодаря соглашению, по которому компания помогает получать практические навыки в процессе обучения. И студент, будущий энергетик, школьник, он будет пропитываться духом энергетики, будет понимать, куда он двигается, уже начиная с 10-го, 11-го класса. И на протяжении всего года обучения в вузе с ним будет идти работа как со стороны компаний, так и со стороны вуза. Для того, чтобы после обучения вуза он пришел в энергетику и поселил свою карьерную траекторию. Такое же соглашение с ПАУТА+. Имеют еще 9 российских вузов, которые проводят подготовку теплоэнергетиков. Теперь они все вошли в ассоциацию опорных вузов ПАУТА+. Проектным центром которого станет Самарский политех. Преимущество для каждой стороны. Для вузов это финансовые ресурсы, материальные ресурсы. Это база, на которой можно проходить практику. Для работодателей это возможность предъявить свои требования образовательные программы, поучаствовать в образовательном процессе. После подписания соглашения представители 10 российских вузов совместно с ТПЛЮС смогут создавать общие программы подготовки специалистов, регулярно обмениваться опытом и наработками, а также больше помогать студентам с трудоустройством. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. Самара продолжает готовиться к выборам президента, которые пройдут по всей стране с 15 по 17 марта. В администрации города на заседании рабочей группы по содействию избирательным комиссиям, прошедшим под председательством главы Самары Елены Лапушкиной, обсудили вопросы организации избирательного процесса, оборудования и оснащения избирательных участков на территории города. Подробности в нашем материале. Содействие избирательным комиссиям в создании всех условий для обеспечения волеизъявления граждан на выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта этого года, обязанность, возложенная на органы местного самоуправления федеральным законодательством. В преддверии начала избирательной кампании на заседании профильной рабочей группы в город администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной, обсудили основные вопросы организации избирательного процесса и функционирования избирательных участков на территории Самары. Наша с вами задача сейчас в рамках работы группы содействия избирательным комиссиям провести анализ подготовки участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий, посмотреть, что у нас делается на территории, на подходных, подъездных путях к участковым избирательным комиссиям, всего ли хватает для работы избирательным комиссиям, и что мы еще можем исправить. Для проведения выборов в Самаре образовано 472 избирательных участка на территории девяти внутригородских районов. Они располагаются в учреждениях образования, культуры и спорта. Каждый из них оборудован необходимой для голосования и работы избирательной комиссии оргтехникой, системами видеонаблюдения, сигнализации, кнопками вызова сотрудников полиции и Росгвардии. На всех участках во время голосования будет усилено содержание самого здания и прилегающей территории, санитарное обслуживание, будет обеспечен доступный подход и подъезд к участку, в том числе для маломобильных граждан. На заседании рабочей группы главы внутригородских районов отчитались о ходе подготовки избирательных участков на вверенных им территориях. в 32 зданиях. Еще два временных участка созданы в лечебных учреждениях Пирогова больница, полевая 8 с клиники САМГМУ, Карла Маркса 165Б. Проверки закончились у нас на этой неделе. На заседании рабочей группы помимо глав районов присутствовали представители Росгвардии, сотрудники полиции, руководители профильных департаментов городадминистрации, заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области. Он отметил, что с 17 февраля стартует подымовой обход избирателей членами избирательной комиссии с целью информирования населения о предстоящих выборах. С 17 по 7 марта это одна из ключевых задач организации обходов. А по Самаре вот с сегодняшнего дня начали развоз последнего информационного материала, который нужно будет понести. Это у нас, соответственно, информация, буклет о зарегистрированных кандидатов. В ходе заседания рабочей группы участники встречи акцентировали внимание на необходимость дополнительного информирования граждан о месте расположения своих избирательных участков. Особенно это касается тех участков, которые изменили свое привычное место расположения. Таких адресов четыре. Информацию о номере участка и актуальном адресе вы видите на своих экранах. Галина Топилина, Константин Головин, События. В Самаре продолжается стратегическая сессия «Инвестируй в историю». Архитекторы, представители бизнеса и власти, активисты обсудили вопрос восстановления и сохранения зданий. Некоторые из них уже могут похвастаться таким опытом. Как дорого обходятся инвестиции в историю, выяснила наша съемочная группа. Мы сняли откосы, у нас сразу сильно расширились окна. И в результате помещение получилось таким. Все это только малая часть работ, рассказывает архитектор Ирина Фишман. Постройку на улице Молодогвардейской ее команда приобрела в 2020 году. Было понятно, объект срочно нуждается в реконструкции. Найти бригаду, которая согласится помочь подарить зданию вторую жизнь, оказалось непросто, признается Ирина. Площадь здания всего 43 квадратных метра. Но и с этой проблемой справиться удалось. Начало было положено, обновили крышу, привели в порядок фасад, покрасили окна. Сейчас здесь располагается архитектурное бюро. С учетом средств, вложенных в ремонт, стоимость квадратного метра для владельцев составила 95 тысяч рублей. Мы давно мечтали, собственно, это даже просто какая-то тема для души идеологическая, все-таки попробовать себя именно в восстановлении исторических объектов. И мы как раз на своем опыте показали, что при очень небольших вложениях можно получить классное пространство и наслаждаться работой в центре города, шаговой доступностью на все инфраструктуры. В Самаре продолжается стратегическая сессия «Инвестируй в историю». Участники собрались из разных регионов России, архитекторы, представители бизнеса и власти. Неравнодушные люди обсудили вопрос восстановления и сохранения исторических зданий. 150 человек для такого форума, я считаю, что это очень хорошая наполняемость, потому что тема достаточно узкая. И важно было, что приехало более 10 городов. И чем больше будет проводиться вот такого рода форумов, как проводим мы в Самаре, тем быстрее вообще заведется процесс по приспособлению исторических зданий и уже передачи их в руки инвесторов. Дом за рубль – теперь это реально. В рамках проекта инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома под собственные нужды, при этом получить льготу по арендной плате за дом и землю. Такая практика уже реализуется во многих городах из Самары не исключение. Такие разговоры, они позволяют понять, как вообще, что в этой среде работает. Позволяют теме инвестиций в историческую недвижимость и развития истории, сохранения звучать громче. Больше людей об этом узнает, больше людей об этом интересуется и больше людей считает это престижным. Организаторы уверены, разрушить всегда легче, чем построить. Каждое историческое здание – это своего рода окно в прошлое. Поэтому так важно их сохранять и оберегать. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других темах дня. В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов. Согласно проекту закона, российские граждане и компании не смогут размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Инициативу рассмотрят в приоритетном порядке. Минтранс предлагает ужесточить правила обеспечения безопасности в аэропортах. В частности, не допускать на территорию лиц без проездных перевозочных документов, постоянных или разовых пропусков. То есть в аэропорт они смогут попасть ни встречающие, ни провожающие. Документ может вступить в силу уже с 1 сентября. Однако, по словам председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, если эту инициативу примут, отзывы граждан будут не очень позитивные. В Минсельхозе отметили снижение цен на гречку. Производители за месяц сбили их на 8,3%. В годовом выражении падение составило 22%, рассказали в ведомстве и уточнили, что за январь наблюдается снижение отпускных цен на ряд социально значимых продуктов. Стоимость куриного яйца за прошедшую неделю показала около нулевую динамику, как и в розничном сегменте. Отпускная цена первой категории продукции составила 91 рубль за десяток. В Самаре жертвой афериста стал работник одного из производственных объединений. Мужчине в мессенджере неизвестной предложил постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из известных интернет-платформ. Самарец перевел мошеннику более миллиона 700 тысяч рублей. Преступник, получив деньги, перестал выходить на связь. Мужчина, осознав, что стал жертвой обмана, обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. В Самарской области толщина льда на водоемах в некоторых местах превысила полуметровую отметку. По данным Приволжского гидрометцентра и поисково-спасательной службы региона, вода промерзла на реках до 65 сантиметров. Возле Самары на Волге толщина промерзания колеблется от 5 до 32 сантиметров. Наблюдаются промойны. Самый тонкий лед в районе Красной Глинки. Самый прочный рядом с Зеленой Рощей. Малые реки региона промерзли тоже неравномерно на 10-57 сантиметров. Например, в районе Новокуйбышевска на реке Кривуша толщина льда доходит до 48 сантиметров. В Самаре проходит 14-й Всероссийский форум «Движение против рака». В этом году приоритетным вопросом стала доступность лечения для онкологических пациентов. Как сейчас решается эта проблема и каких результатов достигают врачи в повышении качества медицинской помощи, узнали наши корреспонденты. В Самаре проходит 14-й Всероссийский форум «Статус доступно». Его организует межрегиональное сообщество «Движение против рака». Оно было создано в 2008 году и занимается информационно-правовой деятельностью. В сообществе работает штаб юристов и психологов, поэтому «Движение против рака» готовы представлять интересы больного в суде, оказывать моральную поддержку и отвечать на поступающие вопросы. Мы не лечим, мы не даем медицинских консультаций, потому что мы считаем так, что врач, врачебное сообщество лечит, пациент лечится, а пациентское сообщество при возникновении каких-то проблем между ними помогает им сделать коммуникацию. Впервые за всю историю форум прошел не в Москве. Самара стала главной площадкой и не случайно. В Самарской области делаются большие успехи по оказанию медицинской помощи онкобольным. В регионе открыто 10 центров амбулаторной онкологической помощи. В них за предыдущий год примерно у 75% больных выявили онкологию на первой-второй стадиях. По всей области обнаружено около 18 тысяч новых заболеваний. Между врачами и пациентами выстроено четкое взаимодействие и обратная связь. Все эти факторы влияют на эффективность лечения. Сегодня в общем доступе есть такое социальные сети, куда регулярно задают вопросы как благодарности, так проблемные вопросы, так и претензии, которые есть к медицинскому сообществу. Соответственно, мы отрабатывая их, понимаем, какие есть организационные решения и требуют изменений, а где просто разъясняем ту ситуацию, которая складывается в законодательной базе. Проведение таких форумов, да еще с участием, самое главное, и организаторами пациентских, общественных организаций для нас имеет очень большое значение, поскольку обратная связь и участие пациентских организаций в реализации наших основных задач для нас очень важное значение имеет. Каждый год на форуме выдвигается главная проблема для обсуждения. В этот раз темой стала доступность онкологической помощи. Мероприятие получило характерное название, статус «Доступно». Алексей Бабенков знает об этом не понаслышке. Его диагноз – костная саркома. Алексей смог связаться с врачами из Санкт-Петербурга. В 2021 году они прооперировали Алексея, создав первый индивидуальный протез с пяточной кости. Конечно, это моя заслуга, я могу даже так сказать. Я не сам себя прооперировал, нет, не в этом заслуга. А заслуга вот именно в ответственном самолечении, понимаете как? А информационная и быстрая связь – это именно важную роль заняла коммуникативность, коммуникация, быстрый ответ. На форуме онкобольным рассказали, насколько важно проявлять инициативу и коммуницировать с врачами. А также подробно рассказали о правах пациентов и о том, как искать выход в сложных ситуациях. Кроме того, медики напомнили, что регулярные обследования и ранняя диагностика – залог успешного лечения онкологических заболеваний. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. Центр дополнительного образования «Лидер» организовал семинар для учителей начальной школы. Педагоги узнали о практиках работы, которые помогут в реализации программы «Орлята России» и в патриотическом воспитании детей. Центр дополнительного образования «Лидер» организовал семинар для педагогов начальной школы. Это должно помочь учителям реализовывать программу «Орлята России», направленную на детей с 1 по 4 классы. Здесь коллеги получат практики работы, которые можно применять не только при реализации треков, но и в целом работая в классе и на уроках, и внеурочной деятельности. Семинар прошел в виде квест-игры. Педагоги перемещались по разным станциям и выполняли задания. Каждая станция – одно из направлений программы «Орлята России». Всего таких треков семь. Орленок – эрудит, спортсмен – хранитель, доброволец, эколог, мастер и лидер. Все эти направления развивают ребенка всесторонне. Учителям показали, какие игры и практики можно использовать в работе со школьниками и как вызвать у них интерес к каждому треку. Здесь, в этой программе, мы воспитываем не только социально активную личность с активной гражданской позицией, но и ребенка-патриота. К программе активно подключаются не только учителя, но и молодые люди. Они могут стать наставниками, а потом и педагогами-организаторами. В «Орлятах России» нас конкретно привлекают старшеклассники-наставники. Вот это вот наш профиль. Собственно, мы за этим вот и едем, чтобы подготовить детей к такой работе. Потому что это не только работа сейчас, но это потом и профориентация. В программе «Орлята России» школьный класс может зарегистрировать только педагог. За учебный год учитель проводит для своих учеников мероприятия по всем семи трекам. Программа выстроена так, что дети начинают с простых игр, переходя к более сложным заданиям в каждом треке. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Петр Поломеев. События. Самарские ученые запустили экспериментальную установку, которая воспроизводит условия глубокого космоса. Так исследователи хотят приблизиться к разгадке тайны зарождения жизни на Земле. Внутри установки можно воспроизводить условия разных уголков межзвездной среды и холодных молекулярных облаков и областей звездообразования. Ученые надеются получить биологически важные молекулы, чтобы понять, как в космосе образуются простейшие аминокислоты, которые могли в виде метеоритов попасть на Землю. Созданное научное оборудование также позволит испытывать на радиационную прочность материалы, которые в перспективе можно использовать для обшивки космических кораблей и спутников. О мышах и людях, микросхемах и радиоволнах. В Самарском университете прошел день открытых дверей. Свои экспонаты представили химические, физические и биологические факультеты. Мероприятие было приурочено ко Дню науки. Цель – помочь выпускникам сориентироваться в выборе профессии. Проблемы биохимии, определение химических веществ, тяжелых металлов в растительном сырье. Демонстрации того, как происходит мониторинг окружающей среды, как оценивается качество продуктов на биохимическом уровне. В Самарском университете прошел день открытых дверей, приуроченный ко Дню науки. На Дне науки в Самарском университете свои экспонаты представили физические, химические и биологические факультеты. Также сюда животных привез Самарский зоопарк, в том числе и бородатую Агаму. Вместе с бородатой Агамой гостей университета встречали коза, петух, питон и шипящие тараканы. Шипящий таракан, каким будет мой год? Хорошим, очень хорошим. Мне зарплату хорошую будут платить? Выставки, которые весь день работали в Самарском университете, организовали студенты. На них можно было увидеть чучело и скелеты животных, растительные ресурсы Самарской области, попробовать настой из лечебных трав, растущих на территории региона, измерить давление и сатурацию в краи. Студенты-физики помогли гостям разобрать радиоволны и создать микросхемы. Также весь день работал лекторий. Можно было послушать лекцию о летучих мышах. У нас сегодня много школьников. Это очень здорово, потому что школьники, каждый нашел для себя что-то свое. Кому-то интересны бабочки, кому-то интересны млекопитающие, а кому-то интересна экология, ботаника. К нам в гости приехал ботанический сад, чему мы очень рады. Они представляют выставку по семенам и всходы. Главная цель Дня открытых дверей в университете – сориентировать выпускников школ, а также учащихся средних классов в выборе профессии. В средней школе закладывается интерес к будущему профессии. И я буду рада, если это будет интерес к биологии, потому что биология – это мир вокруг нас, это природа вокруг нас. И мне кажется, не должно быть людей равнодушного к тому миру, в котором они живут. Первым Дни открытых дверей в университете начал проводить биологический факультет около 10 лет назад. Теперь к нему присоединились и другие факультеты. Увидеть уникальные экспонаты и послушать рассказы студентов можно два раза в год. Осенью здесь проводится День биолога. Виктория Шарая, Константин Головин, События. Баскетболистки Самары и хоккейные клубы из системы Тольяттинской Лады не смогли порадовать болельщиков в прошедших домашних матчах. А теннисистка Анастасия Павлюченкова продолжает пробиваться к своему первому финалу в личных разрядах с 2021 года. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Баскетболистки Самары провели домашний матч Премьер-лиги против Ники из Сыктывкара. Гости лучше начали матч, и хозяйки паркета лишь к середине второй четверти смогли впервые выйти вперед. Как оказалось, ненадолго. Перед большим перерывом Ника вернула себе преимущество и не отдавала вплоть до финальной сирены. 67-72 поражение Самары. Хоккеисты Лады продолжают свою неудачную серию выступлений в КХЛ. Накануне тольяттинцы на выезде проиграли клубу Кун Луни Ред Старс, который проводит свои матчи в Подмосковье. Первый период прошел в равной борьбе, свой момент смогли реализовать только хозяева. Затем волжане отыгрались во втором периоде, а в начале третьего смогли забить еще раз, но гол отменили из-за помехи вратарю. После этого команды стали больше обороняться, но китайцы вновь использовали свой шанс. А за секунду до конца поразили пустые ворота, когда тольяттинцы пытались отыграться. 1-3 поражение Лады. Тольяттинская хоккейная молодежка тоже уступила. Ладья в рамках МХЛ дома принимала чайку из Нижнего Новгорода. Первый период для хозяев вышел неудачным. Уже на 54-й секунде гости забили, а затем развили свое преимущество до трех шайб. После перерыва волжане пришли в себя и в середине второго периода смогли счет сравнять. До конца основного времени никому забить больше не удалось, а в овертайме победную шайбу забросили гости. 3-4 поражение Ладьи. Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал теннисного турнира категории WTA 1000 в столице Катара Дохи. В четвертьфинале она переиграла представительницу США Даниэл Коллинз 7-5-6-4. Встреча продолжалась 1 час 36 минут. За это время Анастасия один раз подала на вылет и совершила одну двойную ошибку. А также взяла 4 гейма на подачи соперницы, один из которых стал решающим. Вообще за турнир Павлюченкова еще не проиграла ни одного сета. Сохранить такой ход будет непросто. В полуфинале придется играть против четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре стартовал лекторий в рамках общественно-просветительской акции «За родное, за свое». Целый месяц на разных площадках региона, а также онлайн-платформах российского общества знания будут проходить лекции, мастер-классы, квизы и интеллектуальные марафоны, посвященные истории, культуре и географии Самарской области. В завершении акции в течение трех дней 15, 16 и 17 марта пройдет викторина на знания родного края. Участников ждут ценные призы, в том числе поездки в Москву на выставку «Россия» на ВДНХ, туры выходного дня по Самарской области и туристические наборы, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Школьники Самары до 4 марта могут принять участие в Олимпиаде по окружающему миру и экологии. Она проходит на сайте ecomir.uchi.ru, бесплатно для учащихся с 1 по 9 класс. Олимпиада развивает логику и любознательность, помогает запомнить правила поведения дома и на природе, учит бережно относиться к природе и взаимодействовать с окружающим миром. Уже 13,5 тысяч самарских школьников приняло участие в экологической Олимпиаде, информирует телеграм-канал городского департамента образования. С 12 по 18 февраля 2024 года проходит 8-я общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Этот праздник объединяет всех, кто любит читать и дарить книги. В рамках акции часть книг была передана библиотекой номер 28 «Самара» для детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Каждый житель района может принести книгу в библиотеку по месту жительства или обменять свою книгу на одну из тех, что принесли другие участники, напоминает телеграм-канал Красногринского района. В Советском районе прошла зимняя спартакиада «Спортивные ребята-2024». Маленькие спортсмены вместе с родителями собираются для веселых и зажигательных соревнований. Телеграм-канал района делится впечатлениями семей о веселых испытаниях и времени, проведенном вместе. Наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok